У российского кино прибыло число окупившихся в прокате фильмов Растет газета «Коммерсант» номер 228 от 11 декабря 2018 года Строение 10 число российских фильмов, окупившихся в прокате По итогам 2018 года должно стать рекордным за всю историю отечественного кино По состоянию на 9 декабря принесли прибыль То есть заработали в кинотеатрах в два раза больше производственного бюджета Уже 12 картин, а в конце декабря выходит в прокат еще 4 фильма, которые также могут окупиться Продюсеры считают, что показателем помогает господдержка Но отмечают, что доля окупившихся фильмов пока остается в пределах погрешности В 2018 году в прокате окупится наибольшее число отечественных фильмов за всю историю российского кино Посчитали вы Кинодейтер.про Считается, что картина окупилась в прокате Если ее бокс-офис минимум в два раза превысил бюджет на производство Около половины сборов продюсеры и дистрибутеры отдают кинотеатрам На 9 декабря стали прибыльными 12 из 124 отечественных релизов До конца года их количество может вырасти до 15 из 16 из 130 Прогнозирует аналитик издания Сергей Лавров Под счетах не учитываются фильмы, вышедшие в конце 2017 года, но собравшие основную кассу в 2018, в частности движение вверх Для сравнения, в 2017 году прибыльными стали 11 из 123 релизов В 2016, 8 из 121, в 2015, 6 из 126 В конце года выходят две традиционно прибыльные франшизы Мультфильм про богатырей студию Мельница и СТВ и очередная часть ее локтимура Бекмамбетова Кроме того, с большой вероятностью окупится киноверсия сериала «Полицейский с рублевки Газпром Медиа» Не исключено, что большое количество рекламы позволит выйти в прибыли военной драме Т-34 Поддерживается ВГТРК, но для этого ей придется заработать более 1,2 миллиарда рублей, говорит Сергей Лавров Среди фильмов, вышедших в 2018 году, наибольшие доходы продюсерам принесла спортивная драма «Лед», профинансированная совместно студиями «Водород» и «Арт Пикчер Студио» Ее бюджет, по данным «Кинодейта.Про», составил 150 миллионов рублей А сборы – 1,5 миллиарда рублей Сборы спортивной драмы тренер Данила Козловского и Триты превысили бюджет на 440 миллионов рублей А триллера «Гоголь», «Страшная месть», «Газпром Медиа» и драмы «Непрощенный», «Большое кино» Примерно на 300 миллионов рублей продюсер Игорь Толстунов считает, что на росте окупаемости сказывается поддержка Фонда кино и развития киноиндустрии в целом Поскольку продюсеры снимают все больше фильмов, то и больше картин окупаются в прокате Главное – не останавливаться Производство кино похоже на сталелитейный процесс, который крайне сложно запускать заново, сравнивает он О том, что господдержка сказывается на результатах проката, говорит и Сергей Лавров Каждый год индустрия получает от государства около 7 миллиардов рублей И естественно, что эти деньги наконец начали окупаться Кроме того, на рост прибыли влияет и большее внимание, которое продюсеры и прокатчики уделяют рекламе На продвижение и маркетинг теперь тратится все больше денег Так, рекламные расходы у окупившейся комедии «Все или ничего» составили 60 миллионов рублей При производственном бюджете 40 миллионов рублей, заявляет аналитик Реклама хотя и помогает фильмам, но не является определяющим фактором для сборов А просто предлагает зрителям выбор, возражает Игорь Толстунов Продюсер Георгий Молков также не удивлен ростом прибыльных фильмов Но отмечает, что их число оказалось не намного больше, чем в прошлом году А доля в общем количестве выходящих фильмов все равно остается на уровне статистической погрешности То есть говорить, что окупаемость фильмов стала трендом и обязательно повторится в следующем году С другой стороны, успеху российских фильмов в прокате в следующем году будут помогать протекционистские меры Минкульта Рассуждает продюсер Елизавета Макарова